так друзья представляю вам вот такой вот автомобильный регистратор ритмикс модель называется light ну проблема его стандартно через пару лет он перестал просто напросто практически включаться от аккумулятора аккумулятор дохнет на ходу вот я включил его ведь он тоже включился аккумулятор 0 хотя его только что зарядил все видите выключился сам так я в китае заказал вот такой вот аккумулятор покажу вот вот такой вот аккумулятор вот эти вот хитрые цифры 50 20 30 это на самом деле его геометрия вот так вот они отличаются чисто размером приходит в пупырышном пакетики ну идет довольно таки долго месяц полтора сейчас мы разберем регистратор разбирается он несложно с лицевой стороны 4 винтика крестовых 1 2 3 4 откручиваем самое главное не теряйте винтики винтики мелкие в хозяйстве вряд ли у кого просто так валяются все запасные все запасные так 4 винтика сейчас я положу их в кадр вот они вот такие вот винтики размер сейчас линеечку приложу вот возьми 5 миллиметров с острым концом крестик так теперь аккуратненько располагиваю наш регистратор вот так вот рамка снимается здесь очень аккуратно кнопки и экран сейчас будем разбираться как он понимается так кнопочки сразу так кладем сейчас будем разбираться так 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 вот сейчас покажу вот здесь по бокам вот защелочки которые держат экран их надо развести в сторону чуть-чуть вот и экран откинули так что здесь мы видим что мы видим под экраном под экраном мы видим плату закрепленную на четырех вот смотрите на четырех и винтах вот раз-два-три-четыре но если эти винты прикручены просто через плату то здесь подложены вот такие вот сейчас ближе покажу видно вам было вот вот эти пружинные такие вот зажимы скобочки чтобы держать экран аккуратно выкручиваем винтики более короткие вот они какие миллиметра три наверно по сравнению с этим это верхняя скобочка это нижняя прям снимайте и раскладывайте лучше как они стояли потому что очень мелко ли пока появишь можешь забыть теперь вынимаем плату так теперь смотрим видите плата на каком шлейфе его надо открыть и вынуть иначе можем что-то сломать сейчас разберемся значит открывается следующим образом вот видите вот эти вот темненькие пластмассовые вот они торчат вот их вот так на себя чуть-чуть видите вот раз и тот дальний также два все и шлейф легко вынимается вот все шлейф вынули и теперь корпус соединяется только что это видео датчик или детекторовый цвет наверное вот и наш аккумулятор вот он лежит с размером похоже я угадал так что отклеиваем его он на двухстороннем скотча приклеим вот вот и все значит плюс-минус не подписано значит плюс-минус подписано следующим образом сейчас я вам покажу вот видите значит плюсик у нас п4 минус п3 ну это по цветам проводов понятно так что аккуратно отпаиваем аккумулятор и вот и и и и и и Так, ну что ж, вот сравним с оригиналом. Так, вот оригинал 30-20-30, 200 мАч, так, а я взял 50-20-30, 250 мАч, ну чуть-чуть якобы ёмкость побольше, да, он чуть-чуть потолще, но думаю, будет всё нормально. Так, теперь, что у нас здесь, скотч, скотча не осталось, берём кусочек двухстороннего скотча, да, здесь надо сантиметры его. Так, ладно, давайте сначала припаяем, потом будем клеить. Так. 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 припаяли. И теперь аккуратно всё собираем на место. Сразу. Плохо не иметь монитора. Защитную плёночку сняли с скотча, приклеили аккумулятор вот сюда. Вот. Так. 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 Вот. Так. Вот так. Вот так вот. Униклеили. И теперь надо поставить на место шлейф. Давайте я вам покажу разъём. Вот он разъём. Вот эту чёрную полосочку, вот она, вот так вот закрыть разъём, вот так открыть. То есть с двух сторон поднимаем чёрную полосочку, вставляем шлейф сюда и потом с обоих сторон опускаем. Процесс достаточно неудобный с проводов напарина. Очень хорошо встал. Вот так, теперь защёлкнуть, вот мизинчик лазит сюда. Раз, два. Сейчас покажу поближе. Смотрите. Значит, вот разъём наш. Вот наш разъём. Вот, всё вставлено, всё нормально. Вот, всё вставлено. Так, сейчас я вам покажу критерий, как оценить правильность. Правильно ли разъём вставлен. Смотрите. Так, смотрим. Вот видите, из разъёма чуть-чуть торчат вот здесь вот концы залуженных ножек. В общем, вот эта линия окончания ножек должна быть параллельна разъёма. То есть, то, что разъём вставлен без перекоса. Всё, поставили. Теперь в обратном порядке аккуратно собираем. Откидываем дисплей, крепим планку, так вот, засунув мини-USB разъём сначала. Вот. Так, теперь надо, это не всё, ещё кнопки на место поставить надо. Всё. Теперь начинаем. Продолжаем закручивать линтики наши, подключим магнитной отверточкой. Как я повторяю в каждом фильме своем, когда собираете эту мелочевку, никогда сразу не затягивайте до конца винты. Требите их на, так скажем, три четверти. А потом, когда уже поставите плату на место, уже затягивайте их до конца. Так, эта штучка у нас. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, и осталась последняя. Так, чтобы удобнее было, давайте, чтобы не отломить экран. Так вот сделаем, подставим что-то. Потому что шлейф идет на изолм и может вот-напросто отломаться. Вот, поставили, закрутили, пошатали. Все встало на место, все встало на место, кнопки, все. Теперь мы уверены, что все стоит нормально. Вот теперь затягиваем винты. Сильно здесь не тяните. Корпус достаточно дохлый, легко очень сорвать стойки, в которые вкручиваются винты. Все. Перекосило. Это нормально. Так, с этими сейчас разберемся. Так, надо отстегивать опять экранчик. Вот. Вот. Смотрим. Включился случайно. Ну, тоже разряжен. Ну, по крайней мере, не выключается. А, выключился. Все. Ну, по крайней мере, уверены, что припаяли правильно. Сейчас. Чтобы поставить кнопки, надо вот этот уголок ослабить винтик. Теперь. Это уже будет возле угольная герметичность на свете Vikspinn. hertz씩, Продолжение следует. hed chains» อะ. «ito» Закрутили, так видите, надо вставить кнопочки, эти легко вставляются, защёлкнули опять, вот видите, как кнопочки должны стоять, ровненько. Всё, надеваем теперь корпус наш. Забыл где светодиодик, вот здесь вот вроде. А, динамик, динамик. Пардон, вставить вот так вот, кнопкам, надпись от кнопок, вот эти надписи от кнопок. Так, поставили. И укручиваем крепежные венчики наши. Здесь удобно пользоваться магнитной отверточкой, так что рекомендую, потому что вот эти мелкие руками, конечно, неудобно. Так, слишком сильно не затягивайте со всей дури, потому что столички достаточно мягкие, пластиковые, и они могут просто-напросто лопнуть. И тогда придётся, ну это не беда, придётся просто намертво приклеить вот эту вот рамку заднюю. Это клеим, китайским мажем, приклеиваем и зажимаем в струбцинку какую-нибудь, или в тисочки маленькие. В следующий раз менять будет аккумулятор, разрежет, если не купите новый себе. Вот так вот всё. Кнопки щёлкают. Достаточно в конце проверить, чтобы они щёлкали просто так. Всё. И аппарат включается. Это самое главное. Сейчас ставим на зарядку. Потом разряжаем. Потом ещё на зарядку. И аккумулятор начинает свой рабочий цикл. Всё. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Буду очень вам признателен. Всего доброго. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.